Госдума сегодня приняла в первом чтении бюджет 2016. Из-за непростой ситуации в экономике страны и на мировых рынках, главный финансовый документ был подготовлен не на три года, как раньше, а только на один. При этом в правительстве подчеркнули, что социальные обязательства остаются в приоритете, и все они будут выполнены. Дмитрий Кочетков продолжит тему. Проект бюджета, поступивший в Думу из правительства, это 7600 страниц. И это меньше, чем в прошлые годы. Дело в том, что бюджет теперь однолетний. От трехлетнего планирования решено пока отказаться. Слишком быстро меняется ситуация. Бюджет жесткий, но реалистичный. Расходы превысят доходы на 2 триллиона 360 миллиардов. Это 3% ВВП. Такую верхнюю планку дефицита установил президент. Бюджет верстался на основе прогнозной цены на нефть. 50 долларов за баррель, курса доллара 63 рубля 30 копеек и среднегодовой инфляции 6,4%. На покрытие дефицита уйдет большая часть резервного фонда. Риски, которые сегодня складываются. Цена на нефть более низкая, чем мы предусматривали в прогнозе. Курс рубля и доллар отличается от прогнозируемых данных. И только эта позиция дает нам риски на сокращение доходов на триллион рублей. Поэтому мы очень должны бережно и очень серьезно относиться к тратам тех резервов, которые у нас заложены в бюджете. Особенность этого бюджета – зависимость от нефтегазовых доходов ослабевает. Теперь они хоть не намного, но меньше доходов от других отраслей экономики. Что же касается социальной сферы, сначала в бюджете была одна индексация пенсий на 4% с 1 февраля, затем предусмотрели вторую, если позволить состояние экономики. Индексация пенсий работающим пенсионерам при этом приостановлена. Главу Минфина спросили, что будет со стипендиями. Стипендиальный фонд, который распределяют сами вузы, Силуанов пообещал проиндексировать. Кроме того, 50 миллиардов дополнительно пойдет на модернизацию школьного образования. Но оппозиции все это кажется полумерами. Продаем сырье, взвинчиваем цены и обираем граждан. Из 100 рублей расходов, гляньте, 3 рубля на здравоохранение и 3 рубля 60 копеек на образование. Вот он называли, 15 тысяч населенных пунктов не имеет медицинского обслуживания. И за год вы 500 школ закрыли. Ну какой же это социальный государство. Это не кризис, но все свои населения России должны внести тяготы кризисного времени. Принятие законопроекта о прогрессивной шкале налогообложения даст бюджету 470 миллиардов рублей. Причем основными платильщиками станут всего 3% населения России. Есть у нас, конечно, вопросы к составителям бюджета. Не хватает средств. Мы это понимаем, но выходят за счет граждан. А надо искать выход за счет повышения налогов на тех, кто имеет большие доходы. Предложение по прогрессивной шкале налога на доходы физических лиц Минфин готов рассмотреть. Но после 2018 года вообще большинство идеи оппозиции не вписывалось в рамки финансового плана, который разрабатывался в условиях кризисных явлений в экономике и антироссийских санкций. Единороссы обвинили остальные фракции в популизме. Все хотим действительно лучшего результата для граждан. Но тогда мы должны понять, что есть две позиции. Мы все с вами включаемся и принимаем на себя ответственность за то, чтобы сделать этот бюджет отвечающим тем требованиям, о которых здесь все говорили. Есть второй вариант, когда кто-то отходит в сторону и смотрит со стороны. При этом кто-то наверняка смотрит исходя из логики. Чем хуже, тем лучше. К концу обсуждений эмоции стали зашкаливать. Во время выступления лидера фракции «Единая Россия» с мест КПРФ раздались выкрики. Прошу не перебивать. У вас нервы не выдерживают, это плохо. Сегодня вообще и денек, конечно, я понимаю. И нервы на пределе, и пятница, и тринадцатая. Вот интересно звучит. А кризис что, его создали? Кто его создал? Вы слышали по поводу, как упала нефть? Слышали? Вы что думаете, Крым, он так прошел? Вы просто так думаете, это происходит? Люди даже это понимают. А вы политики. Не связываете одно с другим? А то, что вы говорите, надо было давно занимать такую политику. А что ж вы ее не заняли, когда за большинство было? В результате за бюджет в принципиальном первом чтении 241 голос. Это «Единая Россия» плюс три депутата из других фракций. Дискуссия продолжится через две недели. Во втором чтении деньги будут распределять внутри разделов и статей. Думское большинство предлагает направить дополнительные средства на импортозамещение и поддержку инвалидов и детей-сирот. Дмитрий Кочетков, Дмитрий Бедарев, Михаил Волшков, Первый канал.